Я думаю, что основа сталинской системы это презрение к человеку. Это человек как... Нет, вот вообще, основа диктатуры и сталинской системы. То есть сейчас презрение к человеку? Сейчас, конечно, конечно. Сейчас, сейчас. Вот, ну, хорошо, пример собственный можно, да? Вчера, минимум 40 минут, ну просто я простоял 40 минут, на дороге перекрыто Киевское шоссе. Я полностью, я посмотрел по Яндексу, по карте, все съезды закрыты. Минимум 40 минут. Кто-то из них ехал. Вот это презрение к людям. Понятно, а при Ельцине на сколько минут перекрывали? Это презрение значительно меньше. Значительно меньше. Ельцин не опаздывал. Ельцин опаздывал и по-разному. Иногда и просто забывал выйти, когда его ждали, правительственные делегации в Ирландии. Кроме того, мне кажется, вот как мы не опорасим обсуждаем, так и не Ельцин. Нет, это важно, потому что я хочу понять, чем это не власть. Потому что, например, в отличие от Ельцина, Ельцин проводил такие прямые линии с народом? Ну, Ельцин вообще общался с народом. Да, последние 6 лет управления, например. Уже нет. Володя, Володя, вы меня спросили. Я просто хочу понять. Вы меня спросили в чем? Значит, мне кажется, первое, это презрение к людям. То есть Путин не уважает людей? Презрение к людям, да. У Путина презрение к людям. Люди, люди, расходный материал. Для Путина? Для Путина. Для величия страны, для подъема с колен и так далее. А зайдите в поликлинику района и увидите в чем. Только в поликлинике тоже Путин сидит и так относится. Секундочку, секундочку. Секундочку. Путин определяет бюджет. А в бюджете... Путин определяет бюджет? Ну, а кто? Дума, что ли? Ну, вообще-то да. Они что, сами решают, да? Дума? А вы считаете, что сидит один Путин? А у нас парламент? Я понял. То есть вы, я понял. А у нас что, парламент есть, оказывается? Сидит один Путин. И вот я просто сейчас и представлю. Значит, вот сидит Путин в Кремле. Ему звонят, он говорит, так, вот сюда повесил табличку. Кто пришел в поликлинику? Бабушка? Хамить. Вот Путин сидит. Нет, не совсем так. Так, сколько денег этой больнице дать? И Путин говорит. Может, вы мне должны здесь сказать, нет? Но вы же уже это говорите. Отлично, отлично. Так вот, Путин это не определяет. Но у нас нет парламента. У нас нет парламента в стране, и все это знают. Вот. И бюджет, государственный бюджет, и структура государственного бюджета, это структура военной страны сегодня. В 90-е годы парламент был в воюющей стране. Больницы были лучше, поликлиники были лучше. В какой момент в нашей истории поликлиники и больницы были лучше, чем сейчас? Вторая вещь, по которой сегодняшняя власть восстанавливает статистическую систему. Можно получить ответ? В какой момент в нашей истории... Можно мне ответить? А вы ответите хотя бы на один вопрос до конца. Я пытаюсь, вы же мне не даетесь. Не пытайтесь. В какой момент в нашей истории больницы были лучше, чем сейчас? В какой момент они были лучше? В 90-е? Вы говорите, Путин не сохраняет людей. Когда Ельцин бросал в первую чеченскую солдатиков на смерть. Я хочу напомнить, что наша партия была первой, которая выступила в чеченской войне. Я хочу напомнить, что Ельцин это делал. Мы говорим не о вашей партии, мы говорим о лидерах страны. Вы упрекали Сталина в том, что он не занимался человекосбережением. Но однако посмотрите, сирийская кампания. Путин не бросает наших людей на массовую гибель. Даже не близко. Посмотрите, вторая чеченская кампания как прошла. В отличие от первой чеченской, когда люди были расходным материалом. Второй чеченской, уже была совсем другая война. В отличие от Владимира Владимировича Путина, Борис Николаевич Ельцин давно скончался и не являлся президентом Российской Федерации. Поэтому вы хотите не рассматривать историю. Поэтому вы не хотите видеть тенденции. Нет, вы мне задали вопрос про сегодняшнюю власть. Я вам пытаюсь ответить. Первое. Презрение к человеку. Человек это материал для каких-то государственных проектов. Второе. Это ложь. А ложь нужна... Где ложь? Ложь нужна для того... Сейчас, ну дайте мне закончиться. Приведите пример лжи. Ложь нужна для того, чтобы никто не вспоминал об обещаниях о 25 миллионах высокотехнологичных рабочих мест, о росте зарплаты, о дороге от Петербурга до Анадыря и так далее, и так далее. Вы говорите о лжи. Вам напомнить, что можно купить на два ваучера. Поэтому про историю лжи мне не рассказывать. Вы мне задали вопрос про сегодняшнюю власть. А вы, получается, так. Вы рассуждаете... Нет. Вы рассуждаете о сегодняшней власти в полном историческом отрыве. Вы мне говорите, а Ельцин был еще лжи. Потому что власть... Подождите, чтоitas так. Вы наследует... Вы не опровергаете... Вы не опровергаете. Потому что по поводу поликлиники ложь. Вы не опровергаете. Вы не сказали, когда были поликлиники, лучше, чем сейчас. Вы не опровергаете того, что я говорю про сегодняшнюю жизнь. Вы говорите, что у Ельцина было еще хуже. Я вам говорю, я слышу, что вы говорите. Простой вопрос я вам задаю. Скажите мне. Когда в России был такой уровень продолжительности жизни, как сейчас? Это... Значит... уровень эмиграции сегодня превысил уже уровень 94-95 годов и продолжает продолжительность жизни в России выросла или нет? Значит, продолжительность в жизни выросла во всем мире, в том числе в России. А, понятно. Выросла, конечно, выросла. А во время 90-х почему она падала, когда она во всем мире росла? Во время 90-х было следующее, если вам действительно интересно. Мне интересно, я тогда жил. Хорошо, давайте объясним. А это алкогольная компания, Борис Михайлович Горбачёв. А вот что к этому привело. Секунду, секунду, дайте я объясню. Ну, дайте я объясню, да? Вы хотите, чтобы хоть кто-то в это поверил, в эту сказку? Да, я объясню, а я ещё ничего не сказал. Про антиалкогольную компанию? А я ещё ничего не сказал, а уже не верят. Да потому что я знаю, что вы скажете. Я эти аргументы слышал миллион раз. То есть вы знаете заранее то, что я скажу. И когда вы мне задаёте вопрос... Нет, когда вы начинаете ответ про антиалкогольную компанию Михаила Сергеевича Горбачёва, когда я вас спрашиваю, почему продолжительность жизни в 90-е годы упала, когда во всем мире росла? Потому что снизилась смертность в конце 80-х годов, благодаря антиалкогольной компании, это правда. Значит, а вы мне задали вопрос про нынешнюю власть и чем она похожа на власть сталинскую. Она, нынешняя власть, лжёт и ведёт страну в тупик, к катастрофе. Это высчитывается. Да, а я же от себя говорю. И когда вы говорите, что власть лжёт, и понимаете, ну исходя из этого. А как вам поверить, если на все предыдущие вопросы вы давали ответы, которые вызывают сомнение в достоверности информации, которой вы владеете? Мне кажется, что это не так. Но по 1700 каждый день. Это куда уж больше. Спасибо.